Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шарея. Страсти вокруг лопнувшего Волга кредитбанка накаляются. Пострадавшие от действий кредитного учреждения насчитывают уже более трех тысяч человек. По итогам проверки по этому факту возбуждено уголовное дело по статье мошенничества в особо крупном размере. Три человека, обвиняемых в возникшей ситуации, находятся под стражей. Их имена не разглашаются. Обманутые вкладчики в надежде вернуть свои сбережения встретили с депутатом Госдумы Александром Хинштейном. Подробности в нашем сюжете. Зал на 300 человек не смог вместить всех желающих вернуть свои кровные. Более тысячи обманутых вкладчиков пришли на встречу с депутатом Госдумы Александром Хинштейном, который взял ситуацию под личный контроль. Напомним, 30 декабря 2014 года Волгокредитбанк лишился лицензии. По версии следствия, в период с июня по декабрь неустановленные лица, в том числе из сотрудников и руководителей банка, вели черную бухгалтерию. Когда мне выдали расчетный счет с этого, с Волгокредитбанка, то там было указано, что как бы у меня со счетов сняли деньги раньше, чем я и положила вообще. В общем-то, такая путаница. Мошенническая схема выглядела следующим образом. Банк принимал вклады, выдавал документы, согласно которым выходило, что со счетами все в порядке. На самом деле до кассы банка деньги не доходили. Они распылялись по другим счетам. Потому после краха банка порядка трех тысяч граждан обнаружили на своих вкладах не те суммы, которые заявлены у них в документах. На сегодняшний день речь идет уже о сумме похищенного не менее полутора миллиардов рублей. Трое сотрудников банка находятся под стражей. Я убежденно и ставлю вопросы необходимости задержания и ареста бывшего председателя банка. Сколько в отношении нее даны прямые показания. У меня лично нет особых сомнений, что она в этой схеме не могла участвовать. Агентство по страхованию вкладов может возместить вкладчикам только те суммы, что указано в реестре, который предоставил Волгокредитбанк. О том, что на счету денег было гораздо больше, по закону вкладчикам нужно еще доказать. Граждане намерены добиваться немедленной выплаты денег, украденных с их счетов. На собрании им раздали бланки для подачи заявлений в суд. Многие выражали недовольство, понимая, что судебная тяжба – дело долгое и не обязательно выигрышное. Я уже вот за это время, с 15-го числа, мы каждый день ходили, обошел, прошел десятки километров, израсходовал сотню рублей на разные копии, которые меня гоняли ОБЭП, следственное управление, прокуратура, комитет, Центробанк и везде звонки. Это вы сами, вы еще должны доказать. Мне 80 лет, я пенсионер. Все, что я накопил, я все потерял. Машиной, кстати, все потеряли. Это ЧП не районного и не областного, а ЧП в размахе страны. Неординарный случай. И, соответственно, решать они должны необычными методами. Это не стоит человек всех в суд послыть. Встреча продолжалась около четырех часов. В ней приняли участие сотрудники правоохранительных органов, представители агентства по страхованию вкладов и председатель Самарской городской думы Александр Фетисов. Он же вошел в состав рабочей группы по решению ситуации с обманутыми вкладчиками. В нее также войдут представители мэрии, областного правительства и сами вкладчики. Марина Матвеевична, Максим Гусев, События. Проблемы вкладчиков решаются на самом высоком уровне. После встречи с обманутыми людьми состоялась рабочая встреча депутата Государственной думы Владимира Гутенева и председателя Самарской городской думы Александра Фетисова. Говорили о мерах поддержки людей и контроле за банками. Также Владимир Гутенев, как первый вице-президент Союза машиностроителей России, вручил Александру Фетисову удостоверение члена Союза машиностроителей. Депутаты обсудили и другие важные для области и всей страны вопросы. В этом году 115 тысяч российских, в том числе и самарских школьников, примут участие в Олимпиаде «Звезда», организованной Союзом машиностроителей в интересах региональных промышленных предприятий. Еще одним важным событием станет проведение на Самарской земле очередного международного инженерного форума «Инженеры будущего», который состоится этой осенью. Председатель Самарской городской думы Александр Фетисов предложил провести своеобразную репетицию большого форума и организовать региональный этап форума инженеров. Нам надо действительно собрать наших молодых инженеров, потому что они в этом нуждаются. Это будущее, это соответствует и посланию губернатора. Мы край промышленный в нашей державе. Ветер должен совершенствоваться. А вот проведение подобных форумов, оно как раз и направлено и на совершенствование, и на создание людей мотивации трудиться в реальном секторе экономики. Между тем некоторые торговые сети начали продавать продукты в кредит. Так в одном из столичных магазинов появилось объявление с предложением купить в долг элитный алкоголь. Сегодня в Самаре по поручению Федеральной антимонопольной службы заработала горячая телефонная линия. Во всех случаях незаконного повышения цен на сельскохозяйственную продукцию, сырье и продовольствие сообщайте по номерам, которые вы видите на экране. Детские сады Самары проверили на чистоту и порядок. В 46 дошкольных образовательных учреждениях выявили нарушения. Недостаточно качественное проведение генеральной уборки, неправильное хранение посуды, стеллажи с игрушками не везде закреплены, беспорядок в шкафах для верхней одежды. Проверку городской департамент образования провел по поручению главы администрации Самары Олега Фурсова. Внимание обращали на те пункты, которые не входят в сферу внимания Роспотребнадзора, отметила в докладе руководитель департамента образования Лилия Галузина. В основном выявленные нарушения сотрудники детских садов устраняли прямо во время инспекции. Но всем учреждений, которые оказали в списке аутсайдеров, ревизоры наведываются повторно. Был определен и образцовый район. Лучшие детские сады оказались в Кировском. Глава Самарской администрации Олег Фурсов поручил в дальнейшем проверки проводить совместно с Роспотребнадзором, скоординировать действия, а также проверять не только муниципальные детские сады, но и все остальные. А ведомственные детские садики, садики, которые в рамках программы «Билдинг-сад», здесь вот кто будет их проверять, кто за наших детей там заступится. Поскольку мы работаем во главе руководства городом, значит мы должны проверять условия содержания. Ну, например, по отношению к детишкам, да, абсолютно всех детских садов. Проверки санитарного состояния в дошкольных образовательных учреждениях будут проводить регулярно, минимум два раза в год. В Самаре ликвидируют последствия ледяного дождя. Сотрудники всех коммунальных служб города в оперативном режиме очищают улицы, крыши домов от наледи. В ближайшие дни, по прогнозам синоптиков, в областной столице ожидается потепление до минус одного градуса. Поэтому вовремя неубранный лед представляет опасность для прохожих. На еженедельном совещании в департаменте ЖКХ всем управляющим компаниям города поручено в кратчайшие сроки очистить всю наледь, посыпать дорожки специальной смесью. Обратите внимание непосредственно, значит, по деревьям, деревьям, значит, не прозвучало, деревья тоже могут, то есть наледь скапливаться на ветках, тоже могут обламываться ветки и деревья в том числе. А также ресурсоснабжающая организация, связанная с воздушными линиями, тоже самое. Обратите внимание, усилить надо будет непосредственно аварийно-диспетчерские службы по этому направлению. Как сообщается в блоге МП Благоустройства, во вторник днем на уборке города от снега задействовано более 120 единиц спецтехники, дорожно-комбинированные машины, погрузчики, самосвалы, разбрасыватели песка, бобкаты. А также почти 300 человек в составе спецбригад. Всего за прошедшие сутки из города вывезено более 8 тысяч тонн снега. Израсходовано 225 тонн песко-соляной смеси и более 300 тонн противогололедного реагента. Дождь в собственной квартире жителей дома 27 по улице энтузиастов разбудил шум воды. Как оказалось, затопило практически все квартиры в одном из подъездов. Вода стекала по стенам, капала даже с лампочек. В некоторых квартирах замкнуло проводку. И жители теперь вынуждены сидеть без света. Воду, рассказывают, выносили буквально ведрами. Чтобы выяснить причину потопа, жители поднялись на чердак. Оказалось, никакого порыва не было. Трубы там стоят новые. Скорее всего, считают люди, кто-то специально открыл кран и спустил воду. Этот потоп уже не первый за последние несколько дней в 27 доме по улице энтузиастов. На днях в этом же подъезде случилась еще одна коммунальная авария. Прорвало батарею. В итоге затопило два этажа. Вся вода стекала вот здесь и вот туда. Отекла вот отсюда. Вот из этой батареи. Их прорвало у нас. В батареях дыры, на площадках лужи. Как рассказывают местные жители, отопления в подъезде не было с начала зимы. Вода в батареях застыла. Недавно долгожданное тепло все же дали. Пустили воду, лед оттаял. И по всем законам физики батарею прорвало. Стены подъезда забрызгала грязью. Надежда Попова живет в 27 доме с 1965 года. Говорит, более чем за полвека батареи здесь ни разу не ремонтировали. На отсутствие тепла женщина жаловалась коммунальным службам еще до Нового года. Вызывала и сказала, что у нас батареи холодные. Она сказала, мы знаем, после Нового года это сделаем. После Нового года опять пошла. Она и сказала, сейчас у нас некогда, у нас крыши. Там ремонт очищает, потому что приказ пришел, все крыши почистить. А уж потом мы сделаем. Потом тоже не сделали. В результате через ржавые батареи залило два этажа, а пар поднялся аж до пятого. Я сижу в квартире, провожу обычный вечер. И вдруг чувствую какой-то запах сырости. Думаю, что же такое. Принюхался, подошел к двери, посмотрел в глазок. Все запотело абсолютно. Я думаю, кто-то, наверное, все-таки эту ржавчину отмывает. Открывает дверь и тут весь этот пар на меня. Я вытянул руку и не увидел своих пальцев. Аварийную службу жители ждали более двух часов. Помощь прибыла, когда уже люди сами перекрыли воду. В управляющей компании уверяют, предновогоднюю заявку отработали сразу же. Просто, видимо, батареи нынче в дефиците. Замена радиатора будет проведена после вступления на склад. То есть материал заказали, при поступлении материала будут установлены новые радиаторы. На следующий день выяснилось, на склад уже привезли две новые батареи. На днях их обещают установить в подъезде. Но для жителей это всего лишь ложка меда в бочке дегтя. Коммунальные аварии здесь случаются постоянно. И заменить нужно не только два радиатора на этажах, а полностью всю систему отопления. Алина Чемерис, Константин Головин, События. Помощь прибудет быстрее. В Самаре, в поселке Крутые Ключи, открыли новый, первый в микрорайоне участковый пункт полиции. Пока в нем будут нести службу только 10 стражей порядка. На торжественном открытии побывала наша съемочная группа. Более 55 тысяч человек. Население микрорайона Крутые Ключи. Цифры немалые, а значит, должны быть и те, кто сможет прийти на помощь его жителям в любое время. В прошлом году на территории микрорайона было зарегистрировано более сотни преступлений, а помощи приходилось ждать из ближайшего отдела полиции в поселке Мехзавод. Если говорить о характеристике преступности, в основном это кражи, кражи из автомашин, кражи граждан, кражи из квартир. Есть определенные проблемы с безопасностью дорожного движения, есть определенные проблемы с нарушением миграционного законодательства. В целом, я думаю, то подразделение, которое сегодня начинает здесь функционировать, оно способно решить эти все поставленные мной проблемы. С сегодняшнего дня в пункте полиции службу будут нести пять участковых уполномоченных, два инспектора отдела по делам несовершеннолетних и трое оперуполномоченных уголовного розыска. В любом случае нужно, если какие-то проблемы, чтобы можно было обратиться. Так что очень даже хорошо, что придумали это. Полиция – это, во-первых, официальный орган, и внутри, в микрорайоне нам спокойнее. В церемонию открытия пункта полиции принял участие и депутат Госдумы Александр Хинштейн. В будущем охранять общественный порядок в микрорайоне полицейским помогут и народные дружинники, заявил он. Полиция сегодня во многих местах находится в двух-трех часах езды. А задача-то наша – сделать наоборот так, чтобы никаких сложностей у людей во взаимодействии с полицейским не возникало. Чтобы по первому звонку, по первому обращению сотрудники немедленно приходили на помощь. Помощь нужна именно тогда, когда она нужна. Кроме того, уже через несколько месяцев в центре микрорайона «Крутые ключи» планируют открыть полноценный отдел полиции. Сейчас для него подыскивают подходящее место. Павел Баймаков, Станислав Левин. События. Число наркозависимых поможет снизить пропаганда здорового образа жизни и антирекламы наркотиков, уверены специалисты. Областное управление наркоконтроля объявляет о начале ежегодного всероссийского конкурса социальной антинаркотической рекламы. Заявки на участие в нем будут приниматься с 1 марта по 15 апреля. Участие в конкурсе могут принять как профессионалы, так и любители. Выбирать лучшие работы будут в пяти номинациях – видеоролики, буклеты, баннеры и мероприятия с антирекламой наркотиков и пропагандой здорового образа жизни. В прошлом году у нас от нашей области было направлено 9 роликов антинаркотической тематики. Это видение той же самой молодежи на проблему наркомании. Именно проблему со стороны молодежи, со стороны нашего подрастающего поколения, как они ее видят и как с ней стоит и нужно бороться. Итоги конкурса подведут уже в июне. Победители ждут благодарности и ценные подарки. С подробностями конкурса все желающие могут ознакомиться на сайте областного управления ФСКН. Триумфальная арка к 70-летию Победы устремилась ввысь. На Аллее Трудовой Славы в Кировском районе Самары уже возведены монолитные конструкции. Сейчас устанавливают арматуру для создания свода арки. Композиция по проекту скульптора Ивана Мельникова будет выдержана в строгом классическом стиле. Облицуют ее гранитом. Первые партии камня прибудут в Самару с Урала к 20 февраля. В Смоленске выполнена работа по изготовлению барельефов, орденов. В мягком материале ведутся работы по изготовлению форм для их отливки. Срок к завершению работ 15 февраля. Планируем выйти на завершение работ к согласованному сроку до 30 апреля 2015 года. На следующей неделе скульптор представит варианты текстов, которые будут написаны на памятном сооружении. К открытию Триумфальной арки планируют отремонтировать и декоративные входные стелы звезды на Аллее Трудовой Славы. Одну звезду придется поменять. Девять других привести в порядок и обновить на них покрытие. Выдающиеся личности из истории Самарского края. Общественные деятели и яркие представители науки, культуры и спорта. Знаковые события прошлых веков зрители увидят на экране в музее имени Алабина. Первые зрители оказались на фильме о князе Григории Засекине, основателе Самары. В фонде музея можно бесплатно посмотреть 16 фильмов, рассказывающих о самарцах, которые прославили своими трудовыми подвигами, отстаивали независимость Родины в годы суровых военных испытаний. По мнению сотрудников музея, обучающий кинофильм для современных детей – это наилучшая форма подачи материала. Новое поколение образы понимает и усваивает лучше печатного текста. Все вам доброго и до встречи! Здравствуйте! Финансовые новости на телеканале Самара ГИС. Ключевая ставка Центробанка в идеале должна быть снижена до 1%, сообщил в эфире Русской службы новостей президент Ассоциации российских банков Гарри Гинтасунян. Правда, он отметил, что в наших условиях говорить об этом нереально. Снижение ставки на 2%, по мнению специалиста, недостаточно. Снижение должно происходить постоянно и равномерно. Только такие меры смогут постепенно разморозить кредитный рынок и после этого начнутся вливания средств в экономику. Центробанк разослал коммерческим банкам разъяснение о том, как они могут в одностороннем порядке повысить своим заемщикам процентные ставки по кредитам. Для этого необходимо два условия. Во-первых, чтобы заемщик свыше 30 дней не исполнял обязанность по страхованию, предусмотренную кредитным договором. А во-вторых, такая возможность повышения процентной ставки должна быть установлена кредитным договором. Речь в документе регулятора идет обо всех программах кредитования населения, которые предусматривают обязанность заемщиков по страхованию. Спасибо тебе, Центробанк! Ждем череду банкротств граждан твоими усилиями. Руководство Северной Кореи предпринимает меры для увеличения российского турпотока. К примеру, визу в Северную Корею получить будет гораздо проще. На данный момент в уже существующие туристические программы вносят дополнения, разрабатывают новые интересные маршруты, попутно для российских граждан упрощаются условия въезда в КНДР. По статистике, из 40 миллионов российских туристов, ежегодно выезжающих на отдых, большинство предпочитает азиатские государства. Но меня-то в Северную Корею точно не пустят. Я смотрел фильм-интервью. Российский фондовый рынок открылся повышением котировок по отношению к основной торговой сессии понедельника. Индекс ММВБ вырос до 1645 пунктов. Лидеры роста акций КАМАЗа, Московской биржи, Лукойла, Новотека и Префы Башнефти. Среди лидеров падение бумаги Мечела, Эон Россия и Полиметалл. Повышение на российском рынке происходит на фоне дорожающей нефти. Фьючерс S&P снижается. На азиатских рынках единой динамики не наблюдается. Торги в США и Европе закрылись в зеленой зоне. Удачи в делах! Защитник Красных Крыльев выбывает на полгода из-за травмы. Баскетболисты Самары СГЭУ победили в Иркутске. Ладья на последней минуте уступила Бердскому Кристаллу. Российские боксеры встретятся с соперниками из Мексики в Самаре. Защитник Красных Крыльев Андрей Матиюнос из-за травмы пропустит 6 месяцев. Он получил повреждение 1 февраля в матче с клубом «Цмоки Минск». В больницу Матиюнос отправился с подозрением на разрыв Ахиллова сухожилия. В текущем сезоне единой лиги ВТБ Матиюнос провел 15 игр, в которых в среднем набирал 6 очков. Делал 2 результативные передачи и 1 подбор. Баскетбольная команда Самара СГЭУ одержала убедительную победу в Иркутске, где со счетом 80-61 переиграла Иркут. Начало встречи лучше удалось гостям. У СГЭУ отличились Александр Князюк, Андрей Кирдячкин и Александр Галехов. Однако хозяева смогли собраться, и на перерыв команды ушли с минимальным разрывом в счете 19-18 в пользу Иркута. Вторая четверть у самарцев не заладилась, и Иркут долго удерживал преимущество в счете. Помогла отличная игра Андрея Кирдячкина, который вдохновил команду, и Самара вернула себе лидерство, завершив первую половину с преимуществом в 3 очка – 36-33. Вторая половина игры изрядно напугала хозяев снайперскими бросками с дальних дистанций. Два трехочковых от Александра Князюка, один дальний от Александра Варнакова. Счет в третьем периоде составил 67-43 в пользу Самары, а итог встречи – 80-61. 2 февраля в матче чемпионата молодежной хоккейной лиги «Ладья» принимала «Кристалл» из Бердска. В первом периоде гости забросили в ворота тольяттинцев две шайбы, сохранив счет 0-2 до конца периода. Удерживать отрыв им удавалось до конца второго отрезка, но на 22-й и 23-й минутах Ренат Юмангулов и Антон Зуев сравняли счет. На 25-й минуте гости получили право на булит, но бросок отбил вратарь Александр Бровченко. До последних минут встречи счет балансировал на грани, но на 59-й минуте гости смогли забросить победную шайбу. Итог встречи – 3-4 в пользу Бердска. Впервые в Самаре состоится этап Кубка мира по боксу между командами России и Мексики. Открытие и начало соревнования состоятся 6 февраля в 18.00 в спорткомплексе «Грация» по адресу улица Физкультурная, 116. Честь России в весовой категории до 52 килограмм будет защищать наш земляк. Мастер спорта международного класса, двукратный победитель первенства Европы, вице-чемпион России Василий Веткин. Свою карьеру спортсмен начинал в Новокуйбышевске в Сдюшор. Сейчас Веткин выступает в ЦСКА «Локомотив».